Улыбка всегда побеждает в жестком споре, поскольку трудно спорить с человеком, который улыбается вам в лицо. Поторопись, с каждой секундой песка в твоих песочных часах становится меньше, а добавить его нельзя. Честность — это единственная вещь, для которой не было найдено достойной замены. Не тратьте даром время, беспокоясь о том, что думают другие. Важно то, что вы делаете и думаете. Инициатива — это ключ, который открывает дверь возможностям. Некоторые люди научились использовать ветра неприятностей, чтобы управлять кораблем жизни. Неудача — это либо благословение, либо проклятие. Все зависит от того, как вы относитесь к ней, как к камню преткновения или как к трамплину. Возьмите под контроль ваш разум, и беспокойству придется искать другое пристанище. Обычно счастливые случайности случаются с теми, кто может их распознать. Счастливый случай может случиться по вашей просьбе. Если каждый день вы будете проживать как последний, то у вас появится глубокое уважение ко времени. Не отступайте, когда становится трудно. Если вы все же должны отступить, дождитесь момента, когда вы сможете уйти победителем. Остановиться, осмотреться и прислушаться вам не поможет, если вы не начнете думать. Не смотрите на звезды, пытаясь узнать направление ваших проблем. Взгляните внутрь себя, и вы получите гораздо лучшие результаты. Подобно тому, как ветер уносит один корабль на восток, а другой на запад, закон самовнушения может воодушевлять или подавлять вас в зависимости от того, как вы расправите паруса своих мыслей. Счастье можно обрести, только помогая другим его найти. Жизнь — это шахматная доска, где вашим противником является время. Как вода тянется к океану, так и фортуна тянется к тем, чей разум готов притягивать ее. Люди не возражают против того, чтобы говорили об их недостатках, но только при условии, что будут упоминать и об их достоинствах. Не спешите добраться до самого верха лестницы успеха, поскольку тогда вы можете двигаться только в одном направлении — вниз. Тот, кто не готов идти на жертвы, никогда не добьется успеха. Закон компенсации не всегда скор в исполнении, но настолько же стабилен, как и восход солнца. Самые острые умы те, что заточены большим количеством практического опыта. Воображение — это мастерская души, где формируются все планы личных достижений. Сознание умеет говорить, но не слышно. Оно говорит тем тихим голосом, который идет изнутри. Поражение — это часть плана Вселенной, который служит для того, чтобы подготовить вас к большой ответственности. Дороже всего обходятся слова «У меня не было времени». Одно короткое слово «пожалуйста» способно творить чудеса. Когда у вас появляется порыв ударить кого-нибудь, кто обижает вас, лучше ударьте свой порыв. В большинстве разногласий существуют три стороны. Ваша вашего оппонента и правая сторона, которая находится, вероятно, где-то посередине. Сосредоточь все силы на достижение желаемого, чтобы у тебя не было времени бояться нежелательного. Продумать, как проложить свой путь через проблемы безопаснее, чем преодолевать их. Никто не может быть настолько хорош, чтобы в нем не было плохого. И никто не может быть настолько плох, чтобы в нем не нашлось ничего хорошего. Надо помнить, что желать чего-то и просто хотеть. Не одно и то же. Хотение есть скорее пассивная форма желания. Лишь мощное желание рождает побудительные силы действия, заставляя человека строить и воплощать планы. Мужчина, движимый своим желанием, может развить у себя воображение, смелость, силу воли, настойчивость и творческие способности, о которых он не подозревал. Человек не сможет добиться успеха в жизни, пока не осознает истинную причину своих ошибок. Что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он способен достичь. Помните, что истинное богатство человека измеряется не тем, что он имеет, а тем, кто он есть. Каждая неудача – это скрытая под маской благословения, при условии, что оно учит тому, чему человек иначе не научился бы. Отправная точка любого достижения – желание. Держите это постоянно в своей памяти. Слабые желания приносят слабые результаты, так же, как небольшое количество огня, дает небольшое количество тепла. Мечты сбываются тогда, когда сильное желание превращает их в конкретные действия. Деловые, профессиональные или личные отношения, построенные на лжи, не могут продолжаться долго, но если они построены на правде и равенстве выгод для участвующих сторон, срок их действия не ограничен. Многие люди никогда не сделают прорыв в своей жизни, потому что они отказались выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность. Есть хорошая идея. Не медлите, не сидите. Часто решение действовать немедленно позволяет осуществить самые несбыточные мечты. Кто вам сказал, что это невозможно? И кто он такой, чтобы так запросто оперировать словом невозможно по отношению к вашим задумкам? Любовь и правосудие — это настоящие арбитры в любом споре. Дайте им шанс, и вам больше не захочется сталкивать своих попутчиков на обочину жизни. Когда человек начинает жалеть себя или придумывать оправдание своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Чем дольше вы идете к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие бросают дело за шаг до победы. Запомните, этот шаг сделают другие. Если вы испытываете непреодолимое желание кого-то опорочить, не произносите эти слова вслух. Напишите их на песке поближе к воде. Чем бы ни было то, что вы задумали и во что поверили, этого можно достичь. Начальный момент всех достижений желания. До тех пор, пока человек не определил свою главную цель, он распыляет свою энергию и мысли настолько объектов и в стольких направлениях, что это ведет не к силе, а к нерешительности и слабости. Человек может достичь всего, что способен постичь и принять разумом. Секрет творческой способности заключается в сублимации сексуальной энергии. Из мыслей человека добывали больше золота, чем когда-либо из недр земли. Богатство с самого начала приходит в этот мир в качестве мыслей. Помните об этом, когда будете готовы заключить с жизнью контракт на ту сумму, которую у нее запросите. Каждое поражение, каждое разочарование и каждая неприятность приносят с собой зерно равноценной или большей пользы. Все, что нарушает гармонию в отношениях между людьми, чаще исходит от тех, кто таит недоверие. Страхи — это не более чем душевное состояние. В мире есть много одиноких людей, которые жаждут любви и дружбы, но никогда их не имеют, потому что сами не отдают ни любовь, ни дружбу. Мы становимся тем, о ком мы думаем. Сила воли — фундамент настойчивости. Вчерашний день ушел навсегда. Используйте максимально выгодно сегодняшние и завтрашние дни, чтобы наверстать упущенное. То, чего нам больше всего хочется, совсем близко, но в будущем. Наша сила — достать, всегда отстает от нашей силы — желать. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok